Они не супергерои, но людям помогают регулярно. Городской службе спасения сегодня исполнилось 25 лет. За это время о помощи по номеру 5401 попросили больше 20 тысяч раз. Служба спасения 35 слушаю вас. Ежедневно дежурный службы спасения принимает десятки сигналов. В помощи не отказывают никому. Большинство вызовов в Северодвинске связаны с бытовыми ситуациями. Лидируют заклинившие замки или потерянные ключи от квартиры. Но когда происходит действительно что-то серьезное, счет может идти на секунды. Поэтому на автопарке не экономят. Каждая передвижная станция стоит около 10 миллионов рублей и способна решить почти любую задачу. Гидравлическая станция у нас укомпонована в один блок. Сзади станция, спереди два рукава высокого давления, которым подключается непосредственно сам инструмент. Инструмент работает не только при ДТП, а также работа на завалах, по очистке. Вот Ленина 5, когда работу разбирали, тоже частично использовали. Когда вызовов нет, спасатели без дела не сидят. Каждый день изучают теорию или тренируются. Этот костюм химической защиты использовался только дважды. Утилизировали аммиак на хладокомбинате и хлор в цыгламине. В нем человек может провести около часа в зоне утечки опасных химикатов. Спасатели между собой шутливо называют его «костюм спанч-боба». Вес вместе с оборудованием для дыхания около 20 килограммов. Работать в нем нелегко, однако это единственный способ защитить спасателя от химической угрозы. Здесь отрабатывают большинство чрезвычайных ситуаций, ведь предугадать их развитие в реальности невозможно. Вызовы бывают разные. У меня были личные, когда рыбак под лед провалился, я сам за ним плавал в холодной воде. Бывают какие-то общие обрушения домов, работаем все вместе, как на религии на пять. Всего в городской службе спасения трудятся 43 человека. Многие работают с десяток лет. За это время произошло множество изменений. Закуплено самое современное оборудование, автомобили, улучшилась и подготовка самих спасателей. Теперь проследить историю можно в музее. Его откроют в ближайшее время. В этом музее собрана экипировка, которая в настоящее время службой спасения уже не используется. Из наиболее интересных экспонатов есть вот такие стельки. Они используются водолазами. Каждая такая весит килограмма четыре. В повседневной жизни в них, конечно, ходить неудобно, но для водолазных работ они просто необходимы. Даже в праздник спасатели не теряют бдительность. В ближайшие дни ожидается снег и гололедица. В это время случается наибольшее число ДТП. И каждый год надеются, что обойдется без серьезных инцидентов. Но при этом в любую секунду готовы прийти на помощь. Артур Ромих, Родион Саханько. Вестник. Северодвинска.